В Иркутской области обнаружили ценные артефакты, кости животных ледникового периода. Находка стала поводом для первой за 50 лет научной экспедиции к пойме Ангары. Все подробности в следующем сюжете. Все очень длинные, они просто у него очень, очень, очень веселые. На столе у палеонтологов ценные находки. Зубы и палец шерстистого носорога, часть позвоночника бизона и кость от ноги лошади. Предположительно, все эти животные обитали на земле в ледниковый период 30-40 тысяч лет назад. Житель Иркутска Герман Струглина обнаружил артефакты совершенно случайно. Услышал о них от местных рыбаков. Вечером у костра упомянули о том, что где-то на берегу реки видели странное скопление самых разных костей, происхождение которых у ребят вызывало большие сомнения, поскольку сами они по себе являются опытными охотниками, рыболовами и прекрасно знают строение скелета крупных копытных животных, диких животных. Так выглядят скелеты древних животных, фрагменты которых были обнаружены. По мнению специалистов, интерес к ним был проявлен не напрасно. Это, безусловно, представляет палеонтологическую ценность, потому что нам пригодятся эти кости для сравнительной коллекции. То есть, чем больше у нас костей определенных, тем мы больше можем сопоставить их и представить разнообразие фауны. То есть, насколько разнятся размеры, например, одного и того же вида. То есть, поэтому интересно. К месту находки теперь хотят отправить научную экспедицию. Последний раз по иму реки Ангара археологи исследовали более полувека назад. Юлия Кутси, Си-ТВ, присодействие телекомпании Аист, Иркутск.